Добрый день! Мы всех приглашаем сегодня на молитвенное собрание. Первое молитвенное собрание, которое будет в 15 и следующие в 18 часов по московскому времени. Благодарим Господа за то, что есть такая у нас возможность вместе с нами и у вас и у нас молиться. Пусть Господь благословит это общение. Сегодня тема нашей молитвы предстоящая Пасха. И мы надеемся, что этот праздник будет светлым, радостным и без всякого язычества и примесей правдорства или поклонения к каким-то иболам. Мы будем поклоняться Христу, мы будем признавать Его одного Богом, других нет богов у нас. И конечно же служить Ему, славе Его, воспевая воскрешение, победу над смертью. Все это предстоящие события, но не только радостные и события для нас лично, но и также возможность нам благовестия, труда. Желаем в эти дни найти возможность нам проявить свою любовь. Пусть в этом Бог нам поможет. Есть у нас некоторые места, которые мы хотели бы посетить, поздравить детей, кто сегодня нуждается в любви особо. Ну и конечно самим в эти дни быть бодрствовать, трудиться, радоваться. Это все в милости Бога. Но сейчас мы приглашаем Вас помолиться, чтобы, как говорят, сегодня время весенние, люди устали от зимы, пока еще не собираются уходить до конца марта. Но мы будем тоже молиться, чтобы хотя бы солнышко выживало. Всегда было. Но пока солнце, да, хочется солнышка, пусть побольше будет ярких солнечных дней. И мы будем радоваться предстоящей весне, настоящей, не календарной, а то весне, которая, как в гимне пасхальном поется, зеленеет повсюду листва. Вот у нас в гимне и в христианском пасхальном есть зеленеет повсюду листва. Поэтому мы хотели бы к этому событию, к этому празднику, чтобы в листва хотя бы немножко что-то появилось, чтобы порадоваться возрождением природы, как все просыпается и славит Христа. А мы здесь бодрствуем, просыпаемся и славит Христа. Да, еще мы обещали помолиться. Вчера вот четыре человека у нас были из Америки на нашем сайте. Поэтому мы надеемся, что Бог благословит Америку. Помолимся, мы ее всегда обещаем. Тех верующих, которые приходят к нам на сайт. Кто вместе с нами имеет общение, из каких стран, мы за эти страны обязательно молимся. Благодарим Тебя, Господь, за этот день, что мы сегодня имеем возможность вместе собраться во имя двоем. Впереди у нас великий радостный праздник Пасхи. Мы чувствуем, Господь, что это наш праздник, что мы там нужны, что наше сердце переполняется. Пока наше тело истощение, оно потеряло какие-то силы, и нет каких-то особых по плоти сил. Но есть духовные силы, мы это чувствуем. Мы чувствуем, что мы нужны в деле Бога. Мы видим благословение в трудах, мы видим, что в празднику Пасхи мы желаем потрудиться. Благослови, Господь, нас в этом хранит, и все, кто на этом месте поддержит, также духовно. Благослови, Господь, и братья-пестер из Америки, и Америку благослови, эту страну. Мы желаем, чтобы там была благодать Твоя, помощь Твоя, поддержка для всех верующих и спасение неверующим людям. Ибо Ты, Великий, Ты сегодня видишь каждого, видишь, что нуждаются люди в чем. И в Америке в том числе есть еще неспасенные люди. Мы молимся и благодарим Тебя за верующих, которые там есть. Благослови эту страну. Мы желаем ей благодати и милости от Господа Иисуса Христа. И для России мы не забываем, не оставляем наших упований на Иисуса. Желаем, чтобы Господь Иисус Христос помог России, помог многим людям, живущим в России, иметь спасение, иметь возможность быть за Христом. Благослови, Господь, наши молитвы. Услыши, Иисус, услышь наши молитвы. Мы очень надеемся на Тебя. Уповаем. Сегодня мы рады, что Вы собраны во имя Твое. И кто присоединился к нам сейчас в молитве, будет также иметь благословение. А Тебе за все слава и благодарение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благодаря Богу. У многих почему-то может быть это ассоциация с православием, православными храмами, да, с какими-то их службами. И вот идет вот такая ассоциация, что Пасха, дескать, вот принадлежность православия. Да, потому что, почему такая ассоциация, потому что православие это считает главным праздником. Да, не Рождество, а именно вот Пасху, Пасху православную церковь считает главным праздником для себя, для православной церкви. И вот надо понять, что для нас это очень большая ответственность сегодня призывать людей ко Христу, большая ответственность увидеть этот праздник для всех людей. Не только для определенной группы и динаминации какой-то, а именно вот для открытости. Ибо Христос в этот день, Он воскрес для всех. Он и страдал за всех, и воскрес для всех. Нельзя это забывать, это величайшая победа, победа над смертью, потому что смерть всех оставала, всех людей. И победа была вот там. И явился Иисус, и страдал, и явился воскресе в Иерусалиме, и вознется оттуда из Иерусалима, и придет снова в Иерусалим. Все, что связано с Израилем, с Иерусалимом, оно должно отобразиться и у нас в понимании нашего будущего. Что мы также со Христом будем иметь это общение на тысячелетия, если Бог благословит именно нас, быть и Иерусалиме. Аллилуйя, Господи! Веди нас, Господи! Веди! Ты пастырь добрый, Ты ведешь своих овец, а пажеки злачные, Ты заботишься о нас. Ты полагаешь душу свою за овец, своих, и мы это знаем. Мы знаем, что Твоя смерть-то, Голгофий, Твое воскрешение, есть сегодня для нас детей Твоих. Благодарим Тебя за это, Господи! Благодарим! Сердце мое благодарит Тебя, Иисус! Благодарим! За все благодарим! Как бы я мог сегодня иметь победу над смертью, если не Христос? Как бы я смог служить людям, если бы не Христос? Все Он мне даровал! Благодарю Иисус! Благослови, Господи, нас, предстоящего этого праздника, понять, как мы соединены все вместе, христиане, как соединены, христиане, все Тобой! Собою, ибо это все от Тебя, Ты тот Агнец, который был заклан на Пасху, тот Агнец Христос, и воскрес Он! И вот это великое воскрешение празднует сегодня целью! Благодарим Тебя за это воскрешение! А мы сейчас с нами! В этот праздник мы лишь только выразим нашу величайшую радость! Но радость есть и сегодня, радость есть и сейчас! Мне не нужно ждать праздника Пасхи, чтобы сказать Тебе, Иисус, что я рад, что Ты сегодня с нами и мы с Тобой! Мне не надо ждать каких-то особенных дней, чтобы знать, что есть победа над смертью! Мне не надо ждать какого-то особого дня, чтобы знать, что Иисус спас меня! Но в этот день мы больше, наверное, будем служить другим, чем себе! Мы больше будем делать добра другим, чем себе! Мы больше будем совершать для других, чем для себя! И пусть в этот день мы послужим, послужим тоже жертвенностью, жертвенностью своей послужим. Я бы хотел быть жертвенным. Пусть этот праздник будет для нас жертвенным. Благослови, Господь. Благослови, чтобы мы пели радостные гимны, чтобы мы могли подготовить эти гимны и дети, и молодежь, чтобы эти гимны прозвучали в радости, чтобы эти гимны прозвучали из сердец, чтобы эти гимны прозвучали для радости всех людей. Также я надеюсь на свою милость к тем людям, которые придут в этот праздник, и наших родных, близких, может быть, просто тех людей, которых ты захочешь видеть. Благослови, Господь, чтобы эти люди нашли возможность прийти, чтобы была для них открыта дверь ко спасению. Благослови, ибо мы желаем этого. Благослови, Господь, и мы надеемся, что откроются двери приютов, где мы сможем побывать и рассказать детям о Пасхе, привести для них эту радостную весть, рассказать им о тебе, помочь им, чем мы можем, молитвой, духовными словами, добрым, сердцем своим, какими-то подарками. Пусть вот эта любовь, вот это все жертвенно будет у нас. Не главное, что мы будем иметь какие-то подарки или какие-то концерты. Главное, что у нас есть любовь и мир, вот это жертвенность. Мы жертвуем собой, мы сегодня жертвуем. Я знаю, многое сестры жертвуют временем, собой, силой, здоровьем. Они не смотрят на болячки твои, на какие-то недуги. Они смотрят на тебя, Господь, и не служат тебе. И в эти дни они понимают ответственность этого служения, понимают, что они могут привести детям радость и милость. И уже эта милость начинается сегодня с молитвы. Начни с молитвы, начни с молитвенного труда. Начни этот праздник молитвы. Начни эти события с Бога, с обращения к Нему. Тогда ты увидишь, что ты в этих праздниках. Может быть, даже кто-то скажет, а я не был в этом приюте. Но, сестра, брат, ты сегодня же в молитве, ты сегодня в молитве, значит, и это и твой труд, значит, и это твое отношение, значит, и ты получаешь награду на небесах. Значит, есть для тебя награда на небе за твое участие в делах, за твой сегодняшний духовный вклад в дело Божье. Благослови Господь, чтобы многие это осознали. А то люди стали пренебрегать, пренебрегать добротой, молитвами, стали пренебрегать благовестием, стали пренебрегать какими-то еще делами сердца. Так вот, мы сегодня, вот они дела, вот это и дела наши, сердца нашего, ведь в нашем сердце любовь, она сегодня желает выразиться в этой молитве, она сегодня желает выразиться Господу, чтобы Он услышал, Он помог, Он вышел навстречу, создал эти обстоятельства, чтобы мы смогли оказаться в этих приютах, смогли прийти к этим детишкам, смогли привести им радость к нам за сна воскресенье. Благослови Господь. Когда Иисус, мы приходили сами на праздник Пасхи, собрания святых, мы тоже, Господь, всегда искали радость, всегда искали праздник, всегда искали хорошего, добра. Мы понимаем, Господь, что сегодня многие из нас нуждаются в Тебе, нуждаются в Твоей помощи, в Твоей поддержке. Но в эти праздники давайте помнить о тех, кто нуждается больше, кто нуждается больше в любви, кто нуждается больше в поддержке, чтобы эти праздники не прошли так, чтобы мы только смогли съесть этого Пасхального Агница. А чтобы и другие смогли напитаться, могли вместе с нами стать этой семьей, которая защищена от смерти, чтобы они смогли стать с нами вместе со Христом на главе. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А почему мы считаем почему мы решили увеличить это все обратите внимание мы всегда почему-то думаю что в праздники наши родные сидят и придут мы считаем что сейчас праздник это значит наши родные будут но врата-то узкие путь то узкие но в празднике не стал шире н поэтому молим тебя господь если будет тебе угодно использовать эти праздники для спасения наших детей близких и друзей пусть они спасутся благослови господь мы желаем чтобы они разделили этот праздник разделили вместе с нами эту радость поддержи пусть они станут на этот путь узкий ты есть тот путь если не будет по нему мы конечно и будем звать на праздник пасхи но мы зовем ты их ко Христу а разве мы будем звать только на праздник чтобы они посидели послушали что-то праздничное и хорошее а что мы не скажем на спасение мы не скажем что им вы грехи мы не скажем что им надо спасаться зачем мы лишим этой возможности оборот пусть в этих праздниках они больше услышат пусть в этих праздниках они больше Духа Святого получат пусть больше будет сила Твоей Господь поэтому мы просим об этих праздниках особо тем более это впервые этот праздник мы поздравим верующих в эфире мы сможем выйти в эфир в этот праздник мы еще ни разу не выходили в эфир в этот праздник у нас еще не было возможности я думаю к этому празднику все кто не несет служения в интернете должны особо сказать об этих событиях подготовить евангелие поэзии пасхальные стихи и слова пасхальные и детская программа и программа молодежная и программы домашние пусть все знают что приближается пасха пусть все знают пусть все готовятся давайте не мы только готовиться давайте готовить страну Россию приходу к Христа почему мы должны ограничить только собою этот праздник пусть он расширится мы широкая церковь мы не будем только мы в этом празднике он широкий будет праздник пусть он будет большим большим праздником пусть это будет много для всех кузакутя праздник для всех пусть он скидет праздник для всех благослови господь благослови сегодня здесь возлюбленные твои дети ты сегодня здесь видишь сестер братьев которых ты избрал мы своими детьми и твоя победа на голгофе позволила нам быть таковыми и в эти праздники господь мы очень молим тебя о милости о милости вот что бы я попросил как это милость милость мы хотим подкрепиться духовно сами потому что мы вот так смотрите эти праздники взяли мы будем там мы будем там мы позовем всех а сами сами-то позовем Христа сами-то для себя мы всегда всех помним мы хотим ко всем прийти мы хотим всех подзылать а себя ты пригласишь сестра, брат, ты себя-то позови на праздник Пасхи сама ты не забудь но ты на празднике, сестра брат не забудь, что ты должен на празднике что это свое твое служение для тебя Дух Святой для тебя силы будь сильна, сестра будь сильен, брат подкрепи себя подкрепи когда Иисус воскрес он удивился ученикам своим и сказал мир нам мир нам это прекратилось их сомнения прекратился их страх прекратились их распри прекратились их конфликты потому что они конфликтовали одни видели, другие не видели воскрес не воскрес, они не знали но вот Иисус пришел к ней и сказал, мир вам и это соединило всех мир Божий соединил их всех мир Божий нашел их сердца он сказал, примите Духа Святого примите Духа Святого да, еще не настал день Пятидесятницы но Дух Святой позволил им дождаться этого дня Дух Святой позволил им дождаться дня Пятидесятницы Аллилуйя Поэтому я знаю, что и Дух Святой сегодня мне позволит, позволит мне Дух Святой пережить все эти времена, пережить все эти трудности, пережить все эти конфликты, расплик, человеческие, пережить эти все ситуации земные, когда сегодня люди ругаются, взлятся друг на друга, завидуются, вернословят, мне позволит Господь пережить это все. Я переживу это все. Вы, люди, умрете, а я буду жить. Я переживу это все. Переживу у меня вечность. Поэтому я знаю, кому я доверил свою душу. Я знаю, Он позаботится о моей душе. Мой Господь Иисус заботится о душе. Благодарю Тебя за это, Господи. И в этот день даже хотел бы для себя иметь поддержки, радости, любви. Хотел просить нечего у тебя, Господь. Чтобы в этот день предстать перед тобой и наполниться тобой. Хочется этого, Господь. Хочется чувствовать себя победоносным верующим. Не поражение, не поражение победе. Радость с ним. Силе Духа Святого. Хочу таким быть. Поддержи Господь. Поддержи. Не хочу сегодня говорить, что все умею. Не хочу сегодня говорить, что все умею. Не хочу сегодня говорить, что все умею. Не хочу сегодня говорить, что нечего просить не у Бога. много что есть просить много и все умеют не все имеет поэтому буду просить у господа прошу тебя исусловно уже сейчас мы вот здесь и в этой болезни мы просим тебя первая наша просьба что мы должны господь иметь водительство должны очень серьезно иметь водительство чтобы не позволить нашей плоти нашему разуму нами командовать я хочу иметь водительство святого полноправно так не разуме ни плоти мною не командовала я хочу чтоб Дух Святой меня вёл чтоб Дух Святой меня наполнял чтоб Дух Святой вёл мудрость и я открыл двери благослови в этом меня господь и все сестер и брата благослови наполни наполни еще у меня есть большая просьба господь в этом городе не мы только живем в этом городе живут и другие люди и мы молим за Ижес молим тебя за этих людей молим чтобы изменения были у них ведь нам очень тяжело осознавать что мы-то наполняем радостью и любовью мы ходим в северных условиях они наполнились в лоб они наполнились ненавистью завистью наполнились помоги господи разрушить костяки дай свободу людям отпусти измученных на свободу пусть они выйдут выйдут на свободу где долго сходят там свобода дарит свободу господь и мира и мира еще прошу господь власти и религия попытаются забрать этот праздник уйдет на их «постараются украсть его» у rechts доставляется сделать всё для себя сделать, чтобы народ им подчинялся правителям и священникам и тот народ который подчиняется правительствия священникам в этот праздник кричит распынь не забывайте это в этот праздник они не кричали распынь подчиняюсь повелителям и священникам а я прошу господь что в этот праздник они не подчинялись ни правителям и ни священникам, а тебе и Духу твоему святому, ты царь, царей, ты имей на них право. И пусть они говорят, воистину воскрес, признавай твое воскрешение. И говорили, веруй в Господа Иисуса Христа. Потому что одной только фразы, воистину воскрес, уже мне мало. Я вижу, люди привыкли к этой фразе. Они уже привыкли к разуму этой фразы. Они ее делают, как сальсман, как какое-то заклинание, как какое-то языческое, языческое употребление. Великая фраза о воскрешении пересла в язычество. Языческие обряды, языческое поклонение. Поэтому не отдадим ни язычеству, ни дьяволу, ничего. Ничего садана не получится. Мы будем сегодня радоваться этому событию, праздновать его и рассказывать другим. Благослови. Также молим Тебя милости к нам и к нашим близким. И по моим этим праздникам нам нужна защита для семей нас. Нам нужна особо сейчас защита. Когда мы идем к этим праздникам, мы видим, самая большая беда – это порой наши близкие. Наши близкие. И можете даже сегодня не искать ответа «Почему?». Не ищите ответа «Почему?». А посмотрите на Христа. Когда он был на Голгофе, он был один. И в этом отношении мы должны понимать, что родные не могли ему помочь. Никто не мог быть рядом с ним. Не стояли у подножия Христа, но ничего не могли сделать. Это вот то, что сегодня родные и близкие наши нуждаются во Христе. Это мы знаем. Но позволь, Господь, молить Тебя о милости к ним. Позволь молить Тебя о милости к ним. Ведь на Голгофе ты помнил о маме своей? Ты помнил? Неужели сегодня мамы забудут о своих детях? Неужели бабушки забудут о внуках? Так не может быть. Неужели сегодня жена забудет о муже? Так не будет. Все будут молиться за свои семьи. И мы молим Тебя, Господь, за наши семьи, чтобы в эти дни ни болезни, ни зло, никакие нечистые духи, ни живые люди к ним не приближались, не приближаясь. Пусть я вам имею право, не даю меня ни на семью. Храни нас, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что есть не духовная семья. И молю Тебя за духовную семью, которая также нуждается в защите. Ибо в эти праздники дьявол усиливает свои атаки. Не надо забывать, братья и сестры. Иуда уходит с предательством к Пасху, а не в другой праздник. Этого будем внимательны, чтобы дьявол никого не похитил, никого не украл, никому, чтобы дьявол не подступился, чтобы все мы были защищены, чтобы все церкви, собрания были под защитой Божьей, чтобы никто не был поражен. Благослови, Господи. Благослови. Ибо мы видим через Слово Твое все события. И если кто-то говорит, что все это было очень давно, знаете, все это было давно, было правдой. Это главное. А сроки не играли никакой роли. Для Бога это всего было два дня назад. Для Христа это было два дня назад. Поэтому не надо думать, что это были далекие времена. Для Христа это было два дня назад. И в этом отношении, Господи, позволили нам быть верными до конца. Стоять. И вам... Нам это тоже важно. Нам важно. И вспомните, ученики тоже говорили, не яви, не яви. Мы должны всегда задуматься, не яви. Мы должны помнить, что мы верны, должны быть Богу до конца. Даже когда трудно, даже когда религия собрала огромное количество людей против. Даже когда власти против, даже когда родные и близкие против, мы должны быть до конца верны Христу. Мы призванные, мы избранные, мы поставленные. У нас есть... Тебя поставил Христос. Он дал тебе это. Он дал тебе место служить Ему. Он дал тебе место на небе. У тебя на небе место, сестра и брат. Там есть твое место. Там есть твое место. Жительство вечное. Нельзя это ставить. Нельзя, нельзя, нельзя. Нам надо устоять. Устоять. Иуда думал, что его место останется пустым вверх. Оно сразу дополнилось. Бог призвал других. А вот мы должны очень четко помнить, что наша жизнь во Христе. Жизнь во Христе имею. Жизнь во Христе имею. Благослови меня, Господи. Благослови, доверяй тебе. И еще одна просьба. Пусть небольшая, Господь, но я очень хочу об этом попросить. За детей наших и молодежь в церкви. Я очень прошу, Господь, сохрани их от благ. Сохрани их от болезней. Сохрани их от болезней. Они тоже очень готовятся к Пасхе. Мы от молитвенники, мы себя сейчас духовно готовим. Позволь помолиться, Господь, за детей наших и молодежь. Позволь, чтобы они были сегодня твоим милостом. Чтобы ничто с ними худой не приключилось. И не можем больше от детей прославить тебя. Помоги, Господь, нашим детям и молодежь. Поддержи, Господь. Пусть будут они защищены тобою. Мы тебе доверяем, Господь. Я своих сыновей доверяю тебе, Иисус. Я знаю, с ними ничто не приключится, если я доверяю Господу моему Иисусу. У меня есть в этом дерзновение. Я прошу, Господь, чтобы дети наши были в Твоей святой руке. Вот это та просьба последняя, которую я бы хотел сегодня сказать. Я думаю, может быть, еще что-то откроется. И сестры также в сердце своем почувствуют какую-то еще молитву. Но на сегодня я хотел бы, Господь, благодарить Тебя на то, что в преддверии этих всех событий, я вижу самое главное, что мы будем в них. Мы будем в этих событиях. Я благодарю Тебе, Господь. И даже трудно себе было когда-то подумать, что мы так отнесемся к этим праздникам. Что мы так будем нужны в этих праздниках. Что мы будем теми, кто будет служить в этих праздниках. Аллилуйя, Господь. Это очень приятно. Очень приятно осознавать, что это есть у нас. Очень приятно осознавать, что Ты нам это даешь. Очень приятно осознавать, что это в нашей жизни сегодня и навсегда. Аллилуйя. Благодарю Тебя за это. Благослови и поддержи нас. Аллилуйя. Аминь. Мы также за Израиль надо помолиться. Не оставим израильский народ без молитвы. Не оставим. Пусть знают они, что есть у нас любовь. Нелюбовь к Израилю есть у многих евреев, особенно. Даже живущим здесь, в России, в нашей стране. А о любви и отношениях молитвенного малых-то проявляют. Давайте мы проявим. Давайте мы проявим. И даже снова Пасха от них. Древнееврейская, проходящая мимо. Семья всегда еврейская. Ведь это не что к празднику Пасхи. Они всегда готовились. Пели гимны. Собирались. И отцы всегда рассказывали. Какой бы милостивый Бог. Своему народу. Который вывелся из египетского рабства. Отцы рассказывали. Своей семье, своим детям. Наверное, дети уже многие слышали это неоднократно. Но отцы всегда это рассказывали. Всегда это говорили. И сегодня израильский народ нуждается, чтобы им выйти из рабства. Им также надо выйти из рабства. Рабства греха, рабства смерти. Иисус у них нет другого пути. Но, к сожалению, многие евреи не признут Иисуса Мессии. И не считают Его Богом. Помолимся за них. Чтобы жизнь не поменялась. Чтобы те обстоятельства, которые будут происходить в ближайшее время, позволили евреям вернуться к Христу. Вернуться в Иерусалим, как в церковь. Вернуться в Иерусалим, в церковь. То есть евреи вернутся в Иерусалим. Хотя кто-то сказал, что они живут там. Нет. Все едут обернутся в конце. Благодарю Тебя, Господи, что я могу молиться за этот народ Тобой избранный. Я могу молиться сегодня за тех людей, с которых началась вера, с которых началась церковь, с которых началось Евангелие. Благодарю Тебя за Исраевский Твой народ. За народы страны. За апостолов, которые написали и Слово Твое. Петр, Иакоб, Иоанн, Атфей, Лукав. Благодарю Тебя за них. Благодарю. И слова мне сегодня важны. Эти послания мне дают хорошее откровение и мудрость. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за Иерусалим. Тот город, который близок моему сердцу. Тот город, который для меня сегодня самый дорогой и родной. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за ту землю обитованную, которую Ты дал избранным. Я верю, что в этой земле обитованной и мне, но в днице быть со временем. Благодарю Тебя. Но на все воля Твоя. Если даже мы не окажемся в миллениуме, мы все равно не останемся без награды, не останемся без милости Твоей. Хотя, конечно, быть миллениуме это самое радостное для Христиан. Благодарю Тебя, Господь. И храни сегодня израильский народ. Храни. Мы видим вот эти все нападения на них. Убийства детей, раввина. Священника убили. Это же... Ну, что, иудей, но... Это же одержимость. Это же бесы. Это же... Мы понимаем, откуда есть. Присподне это все. И что? Эта ненависть из Присподней выразил только в этом одном человеке истории. Только вот этот один человек выразил свою ненависть. А сейчас вот эти все праздники... Как он там? Рамадан? Рамадан? Ураза! Наврус! Да. И все равно это исламский мир. И исламский мир объединяется против Израиля. Мы разрушаем делать дьявола. Пусть не будет сегодня Израилю причинен врез. Хотя... Мы знаем будущее. Мы понимаем, но победа за этим народом, за этим народом победа, этот народ не проигрывает. Этот народ в победе, он будет в победе, он поддержит победу. Мир отвернется, а мы будем молиться за Израиль. Мир отвернется от этого народа, а мы будем молиться за этот народ. И вы, христиане, если слышите нас сегодня, верующие, молитесь за Израиль. Но народ израильский, молитесь. я люблю этот народ я люблю его не проявите никакого конфликта никакой сегодня против этого народа плохого слова и в плохих отношениях нельзя недопустимо это божий народ нельзя их христианам даже в повыслах что-либо иметь благослови Господь верующих всех чтобы подняли ответственность и молились молились правильно молились любовью молились за Израиль благослови Господь ведь душа наша чувствует что это хорошая молитва вот почувствуйте сейчас своей душе в той душе как приятна эта молитва за Израиль вы чувствуете да вот как вашей душе хорошо когда она за Израиль молится мы молимся за Россию за Америку помолимся сегодня но как я молюсь за Израиль как моя душа сейчас радуется как моей душе сейчас вот именно хорошо и это не заменить ничем ничем не заменить благодарю тебе Господь пусть сегодня есть в этом мире зло но когда зло направляется против Израиля это зло плохое сильное за которое несет ответственность любой человек очень серьезно ответственность потому пусть будет меньше зла на земле и тем более к евреям и Израилям благослови Господь и верующим понять эту молитву понять эту сторону своей духовной жизни и ответственности Израиля понять себя что ты принадлежишь духовно к этому народу понять себя благодарю Господь и я понимаю что не все евреи сегодня христиане но это воля твоя я не вправе решать я не могу ничего сделать но если сегодня с Израиля кто-то заходит к нам и слушает проповеди мое сердце снова радуется за Иллуя оно очень радуется я знаю и ваше сердце радуется сестры я вам скажу вот то что мы молимся за Израиль и то что с Израиля заходит на сайте все каждый из нас уже имеет награду на небе все но уже награды у тебя есть кто-то спрашивает за что я получу награду вот только за это уже у тебя есть награда на небе вот только за это уже то сказать слишком мало для Бога это много для Бога это много уже награда есть у тебя на небесах если конечно вы искренне любите евреев благодарю Господь благодарю я знаю сегодня трудно любить там где не любят трудно терпеть там где не терпят трудно терпеть мир этот который наполнен злом иметь смирение трудно я понимаю но ты сказал и любовь от тебя и кротость и смирение от тебя поэтому благодарю тебя Господи за то что я с тобой и у меня есть что просить у тебя я знаю ты мне это даст ты мне дашь и любовь и кротость и смирение и позволишь служить тебе благодарю тебя у нас еще будут молитвы друг за друга мы помолимся мы помолимся за те молитвенные пользы которые к нам обратились из Петербурга давайте мы помолимся а то люди наверное ждут эти молитвы благослови Господь Лену Минахметову просит помолиться за духовную поддержку и водительства Духа Святого чистое сердце и истину каждодневную жажду по Богу за охрану и защиту за мудрость и слово мудрости Журавлева Настя пусть Бог тебе поможет и даст тебе водительство Духа Святого и родные пусть спасутся здаруй также Насте терпением и смирением Илмашем Нима спасение мы просим для него господа Самохина Мария терпение смирение решение вопросов финансами а муж Олег нуждается висучим пусть имеет спасение от него Боже придет также Андрей Юра это дети у Маши благослови Ольга Крышева нуждается в Божьей поддержке решения вопросов с работой и также личную труду за Олю пусть Божье благословение мир и радость и жадность потолку будет в жизнь за Ольгу Кулиш пусть Ера Божьей будет сердце пусть Господь благословит и даст нужное решение в жизни это очень важно правильное решение принимать Берохин Дмитрий Дмитрию Божьих благословений в трудах и пусть будут силы охраны защиты Божьи дары еще более проявляются Дмитрий Давыдова Алена Господь дад ей мудрости и отказаться от греха спасение Божьим Божьим Бохова Катя успешно сдать и защитить диплом и здоровь от спасения я бы наверно сказал в начале спасение потом диплом а то успешно сдать и получит диплом а спасения нет поэтому дай Господь ей лучше спасение в первую очередь но далее поводят Валя и Юля также еще не спасены будь Дух Святой поможет и Олег Кир благословение Ему и служение откровение будет поддержка Духа Святого и Его водительства для нужный Бог кто смотрит это проповедник это брат проповедник ээээ эээ помолимся потому что эээ знаете трудно быть проповедником нынешним временем благословение Господь Олега да ему побольше штормов жизнь пусть поменьше будет хвалебных слов а побольше будет трудов побольше будет испытаний стоять твердиться чтобы быть сильным ну и конечно за охрану и защиту всяческого зла и мудрость чтобы правильно поступать Благодарю тебя Господь благослови и церковь Петербурге пусть также церковь благодать имеет милость твою и поддержку а мы еще останемся друг за друга повалиться и поддержку может чёткие будут у нас нужны общие а так за этот час мы благодарны тебе Господь и те кто был с нами пусть имеют благодать мы их любим и пусть господь их и и и Не веди нас в искушение, но и звать нас от лукавого, и благотворить царство, и сила, и слава, вовеки. Аминь. Слава Богу, мы приглашаем вас еще раз присоединиться к нам в 18 часов. Если кто вновь придет, мы будем рады. Ну, а все, кто находился сегодня здесь, передают вам большой христианский привет и пожелание Божьей благословения. Привет передавайте, помашите. Пусть Бог благословит и хранит вас. Мы рады были вместе с вами потрудиться в этот час. До новых встреч. Ждем вас еще в 18 часов. Именно далее. По расписанию. Завтра у нас в Моэзии Евангелии Татьяна Братан-Антолий приглашает вас посетить Зайский 2000 и Зайский МЦВ. А утром и вечером сестры, сестра Лариса и сестра Раиса, они ждут вас на молитву в начале и в конце дня. Но мы еще сегодня не прощаемся. Вы знаете, что будет еще одна молитвенная служба. Приходите, идем. Спасибо.